Доброе утро, друзья! И опять один и тот же вопрос. Регрессивный гипноз. Вы делаете то же самое, что центр Якова Брюса, Владимир Макулов, еще там кто-то. И нам перечисляют, сравнивают нас с гипнотизерами. Некоторые умудряются даже нас сравнить с иллюзионистами. И, честно говоря, у меня иногда возникает ступор, потому что я реально во всех роликах рассказываю, в чем коренное отличие инфодайвинга от гипноза. Давайте я еще раз сегодня подробно объясню, чтобы не было сравнения нас ни с центром Якова Брюса, ни еще с какими-то центрами, ни с экстрасенсами, ни с кем. Но когда я говорю о том, что все эти ребята работают в объективной реальности, а мы работаем в субъективной реальности, это пролетает мимо, это понятно. Потому что никто не понимает, что такое субъективная реальность, потому что с детства его учили, что его мир находится где-то объективно. И мы говорим об объективности информации где-то в каком-то мире, который существует где-то на чужом диске. Нет, для того, чтобы работать с информацией, надо сперва весь мир перетянуть на свой диск, принять, что он формируется в нашей психике и является ее вторичным продуктом. То есть первичным мы, соответственно, точку сборки восприятия, именно управлением восприятия мы и учимся, тренируемся заниматься с самого первого дня тренировок. И мы переводим восприятие в то, что мир собирается в нас. Это первое, самое коренное отличие. А дальше есть еще дополнительные отличия. Давайте возьмем гипноз, я буду рисовать здесь, видно. Возьмем гипноз. В гипнозе мы используем те же самые приемы работы, что и в гипнозе. В гипнозе есть стадии погружения в гипноз по каткову от 1.1 до 3.3. В гипнозе человек погружается внутрь. И последняя стадия у нас самнамбулизм. Все, человек приехал. И работа ведется через рапорт с человеком, который находится в состоянии самнамбулизма. При этом, для того, чтобы снизить болевую нагрузку, чем гипноз отличается от транса? Тем, что в гипнозе человек находится в позиции восприятия себя же как бы извне, в наблюдении. А в трансе он находится уже в теле. То есть, если нарисовать тело, то в гипнозе человек как бы чувствует извне себя. Он наблюдает за своим телом, сидящим, воспринимающим как-то мир. Восприятие сохраняется, но с позиции наблюдения. В трансе человек находится в теле. Он чувствует телом, он проживает телом, и он идет через тело. Так вот, мы, господа, идем через транс. Мы в позицию наблюдения уходим только для того, чтобы погружаться еще глубже и дальше, пока не дошли до самнамбулизма. А работа у нас ведется уже когда мы в теле, когда мы целостны. Нам надо собрать себя целиком. И поэтому все, что мы делаем, мы находимся внутри себя, и внутри себя мы берем информацию. Поэтому чувствительность у нас при этом максимальная. Если вы переведете восприятие в наблюдение, ваша чувствительность будет резко падать. Попробуйте сделать упражнение примитивное. Возьмите руками, вот так, прочувствуйте энергетический шарик. Вот у вас есть сейчас, вот вы так покачали руки, есть какие-то ощущения на ладошках. Вот вы в теле, погрузите себя в медитацию. Вот вы в теле его чувствуете, вот вы чувствующий. А потом посмотрите на себя со стороны. И внимание на руки. И посмотрите, как упали ощущения в ваших руках. Если вы правильно выполните упражнение, то вы заметите, как вы круто отключаетесь от этого шарика. И вот эти процессы, переход в наблюдение или в активное участие, очень классно использовать, например, в переговорах. Вы взяли, выключились из активного процесса переговорного, например, перешли в наблюдение. И у вас тут же упала эмоциональная нагрузка, упала привязка и так далее. Вы можете управлять уже процессом. Но это отдельная тема для бизнеса. Поэтому, вот все, что касается гипноза, это одна позиция восприятия. Что касается транса, это другая позиция восприятия. Мы работаем в трансе. В трансе мы идем в сомнамбулизм. И дальше мы делаем удивительную такую штуку. Мы берем, и вместо того, чтобы человек работал вот здесь по рапорту, да, вот в этом состоянии, мы берем человека, переводим в активность, порядка 70% мозга. Активизируется, и мы выходим в фазу парасомнамбулизм. Мы создаем парореальность. Парореальность, как вторичный продукт вашей психики. То есть у вас в психике формируется и реальность, и парореальность. Да? И мы берем информацию синхронно, чтобы информация в парореальности соответствовала информации в реальности. Мы тренируемся этому делу. И таким образом мы получаем объективную информацию. Это все вопрос тренировок и вопрос глубины погружения. А потом мы тренируемся и учимся получать. Сперва парореальность, и информация у нас получается объективная из 3-3. Потом она у нас уже падает. Мы с 1-2, с 1-3. Легко в пар, на якорь. И берем информацию уже в обыденной жизни, да. Конечно, из 3-3 и легче, и объемы больше, и дешифрация легче. Но там говорить сложно. Там сложно, например, вести корректирующие вещи, программировать, да. Поэтому мы работаем вдвоем. Один находится в верхних слоях, другой в нижних слоях. И вместе получается комфортная работа с информацией. Понимаете, ничего случайного нет. Мы к этому тоже пришли путем экспериментов, путем тренировок, путем изучения. Но получается, что когда мы используем техники гипноза и регресса, мы используем их конкретно для проработки психотравм. Для того, чтобы забрать оттуда энергетический ресурс. Так вот, господа, когда работают гипнотизеры в классическом ключе, в медицинском ключе, то с ресурсом обычно никто не работает. Лишь единицы из современных психотерапевтов начали с этим работать. Обычно заканчивается тем, что перепрописывается картинка в прошлом, в регрессе. Либо обсуждается, либо переносит соответственность, либо-либо работа с эмоциональным планом. И таким образом у заболеваний убирается симптоматика. Понимаете, мы уходим в глубину, мы забираем энергию оттуда. Энергию мы забираем бюджет на съемку этого фильма. Поэтому, если уже мы залезли, то бюджета на съемку фильма по старому сценарию у человека не остается. Поэтому вариантов, что если мы что-то откорректировали, у человека жизнь поменялась, что он вернется к старому, их просто не может быть, если только он не придумает себе новый бюджет и не накачает его заново. Скажет, нет, я все-таки возвращаюсь туда и буду качать бюджет. Но ему для этого еще усилия приложить понадобится. Но люди талантливые бывают. Хотя вот пока за свою практику те, с кем мы работали, откатов не было. Вот и вся разница коренная. Поэтому для того, чтобы освоить вот эту часть, в которой мы работаем, это реально кусок тренировок и это кусок осознавания, как ведется процесс работы. И когда мне говорят, что я вот сяду и повторю так, как вы работали, и начну работать точно так же, как вы, я искренне радуюсь за человека. Я понимаю, что человеку придется проделать большой путь для того, чтобы к этому прийти через осознавание. Потому что здесь ведется осознанная работа. Вот и вся разница, господа. И это значит, что у вас точка сборки, у того, кто ведет, находится полностью в субъективном восприятии. А это ваша гармоничная жизнь. Это ваша, ваша реальность выстроенная. Понимаете? И поэтому, когда я вижу, что человек идет, и у него там проблема, там проблема, там проблема, и он пытается через гипноз или через какие-то психотехники залатать дыру в бюджете, или в отношениях, или в реализации, или еще в чем-то. Там, где его не прет, а там, где он сам идет из травмы. Из травмы здесь, господа, работа вестись не будет. Где-то бюджета не хватит. Вот как-то так. В этом принципиальная разница. С вами была я, Наталья Зайцева. Надеюсь, ответила на эти все вопросы. Поэтому вот эту чушь мне не пишите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!